Президент Толан Гаглоев поздравил сотрудников Комитета государственной безопасности с профессиональным праздником. Клава государства посетил совещание в КГБ, посвященное Дню работника у органов безопасности. Ваша служба требует высочайшего профессионализма, бескомпромиссной честности и неуклонной преданности дел. Вы всегда находитесь на передовой линии в борьбе с преступностью. В тяжелейшие для нашего народа времена вы стали жестким барьером на пути грузинских неонацистов вместе с другими защитниками Отечества, защищая территориальную целостность и суверенитет Республики Южная Осетия. Слова особой признательности президент адресовал ветеранам органов государственной безопасности. Бесценный опыт, мудрость и пример беззаветной службы Родине являются фундаментом, на котором строится наше общее будущее. Президент поблагодарил сотрудников КГБ за самоотверженную работу. Убежден, что вы в дальнейшем будете эффективно противостать угрозам, надежно защищать права и законные интересы наших граждан. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Своих коллег с праздником поздравил и председатель КГБ Южной Осетии Олег Ширан. В этот день представители органов безопасности всегда вспоминают свою историю, которая насчитывает практически 500 лет. По его словам, особые испытания на долю сотрудников органов безопасности выпали в ходе распада Советского Союза, а затем трагических событий в Чечне, Северной и Южной Осетии. Выполняя поставленные задачи, чекисты, как всегда, проявляли образцы профессионализма, патриотизма, мужества, зачастую жертвенности во имя Отечества. В этом контексте хочу отметить сотрудников госбезопасности Южной Осетии, в 2004-2008 годах локализовавших агрессию тбилисского режима и политику государственного терроризма. В августе 2008 года оказались на передовых рубежах и рядах защитников города Цинвал. С учетом складывающейся сложнейшей геополитической обстановки продолжил Олег Ширан, к спецслужбам в настоящее время предъявляются высочайшие требования. На нашем южном стратегическом направлении противостоит хорошо подготовленный, циничный, жестокий враг разведслужбы коллективного Запада и НАТО под руководством США, а также подконтрольные им силовые структуры тбилисского режима. Несмотря на демонстрированную в настоящее время на данном этапе так называемую миролюбивость, они не оставляют, я имею в виду грузинский спецслужб и грузинский режим в целом, они не оставляют планов по разжиганию очередной крупной войны на Кавказе, в первую очередь в целях отключения ресурсов России от украинского направления. В этих условиях от вас, от чекистов Южной Осетии требуется верность долгу, высокий профессионализм, повышенная бдительность, хорошая оперативная подготовка. Задачи, поставленные президентом Российской Федерации Республики Южная Осетия по случаю дня работника органов безопасности, будут реализованы, сказал Ширан. Это прежде всего усиление разведки работы по линии антитеров, повышение внимания к охране госрубежей, борьба с экстремизмом, борьба с коррупцией, с угрозами в информационном пространстве, защита гостайм, экономических интересов страны, обеспечение надежной работы отечественных компаний и предприятий. Конечно, должны жестко пресекаться попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать нашу внутреннюю обстановку, внутреннюю ситуацию, подрывать гражданский мир, межнациональное согласие, вмешиваться в наши внутренние дела, нарушать наше суверенное, незыблемое право народа самому определять свое будущее. Он также отметил высокий уровень оперативного сотрудничества с другими силовыми ведомствами Южной Осетии российскими коллегами, а также выразил благодарность президенту за внимание и помощь ведомству в решении задач. Хочу отдельно поблагодарить Верховного Главного командующего президента Республики Южной Осетии Аланда Анатольевича Аглоева за внимание КГБ к нашим вопросам. Сегодня же Алан Аглоев вручил государственные награды сотрудникам КГБ и представителям ФСБ России в Южной Осетии. Орденов дружбы были удостоены Олег Ширан и представитель ФСБ России в Южной Осетии Евгений Рогозин. Кроме того, глава государства присвоил и очередные воинские звания. Зариня Кочи, Варенят Мидов, информационный выпуск сегодня.